Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. В какой момент богослужения совершаются таинства? Немножко непонятно, речь идёт о литургии или вообще о всех семи таинствах, но постараюсь ответить на первый вопрос и на второй. Вообще у каждого таинства есть своя так называемая тайно-совершительная формулировка. И всё таинство мира помазывания сводится к одной лишь и только формулировке. Нет даже предначинательных молитв и молитв завершающих, потому что оно полностью входит в состав таинства крещения. Фраза «печать дар Духа Святого» и однократно повторяемая. Вот и всё таинство. В таинстве крещения тайно-совершительной формулировкой является фраза «крещается рабожий такой» – это в имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Её должен знать каждый православный христианин, потому что если вдруг окажется, что вы попадете в ситуацию, когда рядом с вами будет находиться человек, находящийся при смерти, который хотел бы покреститься, но, по-видимому, уже не успеет, вы сами можете при наличии любой простой воды и в совершении этой формулировки крестить этого человека. Надо сказать, что они меняются в веках, иногда меняется порядок слов, иногда меняется практически вся формулировка, потому что дело не в словах. Православная церковь – сторонница магического мышления. Христианство – не язычество, и молитва – не заклинание. Мы сколько ни повторяй те или иные слова, если ты не священник, если ты не находишься в рамках православной церкви, если ты просто играешь, то ничего у тебя не получится, потому что Бог живой, Дух Святой откликается не только лишь на слова и формулировки, но и на ту любовь, которая есть внутри церкви, внутри происходящего таинства. Откликается на молитвы, на призыв всех соучастников этого таинства. Что касается литургии, в какой момент прилагается, переосуществляется хлеб и вино в тело крови Господня? Вообще вся литургия, она о том, чтобы хлеб и вино стал телом и кровью. Да, первая часть литургии посвящена подготовлению даров и молитве о всех переносящих дар оси. Вторая часть посвящена просветительской деятельности в адрес некрещенных, так называемых оглашенных, и в укреплении веры тех, кто находится в это время с ними. Считаются евангельские тексты, апостольские, появятся псалмы, напоминаются заповеди блаженств. И после изгнания оглашенных, уже слушается третья часть литургии, литургия верных, все молитвы которой, читаемые священником в алтаре, от себя и от всех вас, и за всех вас, о том, чтобы Господь не спослал Духа Своего Святого на нас и на дары сия, на хлеб и вино, приложил их в тело и кровь свою, дабы каждый причащающийся их, соединился с Богом, причащался в жизнь вечную, во здравие души и тела. И чтобы Господь не возбранил, кстати, Дух Святому на дары сия, моих ради грехов, говорит священник в одной из молитв. Есть в третьей части литургии группа молитв, которая называется Евхаристическим каноном. Она делится на пять частей, по-латыни они называются Prefacio, Sanctus, Anamnesis, Epiclesis, Intercesso, католическая месса состоит из этих пяти частей и любая литургия. Василия Великая, Анна Златоуства. Кроме литургии прежде освященных даров, потому что дары уже прежде освящены, Дух Святой уже почивает в дарах. Это уже тело кровь Господне, стоящее на престоле с воскресного дня до среды или до пятницы. И в самом этом Евхаристическом каноне нет той точки, по поставлению которой можно было бы сказать, вот здесь Дух Святой сходит. Допустим, после слов священника, приложив Духом Твоим Святым, то есть весь этот канон, он о присуществлении приложений хлеба и вина. То есть все молитвы этого канона о том, чтобы Господь совершил это величайшее чудо Вселенной. И мы знаем, что по окончании молитв, когда уже священник делает земной поклон, берет в руки кадила и читает молитву о Престой Богородице, изрядной, при святее, при чисте, при благословении, славной Владычише нашей Богородице. И уже поются другие слова. То есть вот от, грубо говоря, от символа веры до Отче наш, это вот тот период, когда Дух Святой сходит на святые дары. Когда на престоле уже не хлеб и вино, а тело и кровь Господня. В некоторых храмах есть традиции, когда весь этот период люди стоят на коленях. Это не обязательно и даже запрещено в воскресные дни древнейшими правилами. В воскресные дни поклоны воспрещены. В горе имеем сердца, отложим всякое земное попечение и в этот момент молимся, чтобы Господь сошел на эти дары и чтобы мы достойно их причастились. И мера достоинства определяется, напомню, не тем, что вы прочитали несколько канонов, последований к причащению, исповедовались, постились и так далее. Мера и осознание своего недостоинства. Чем больше ты осознаешь свое недостоинство, тем больше ты достоин. Рецепт очень простой. Подробнее можно было бы поговорить и даже поговорим в другой раз. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok